Я Клейтон Моррис. Натали сегодня вечером тусуется с другом. Так что здесь только я. Что же теракт в Москве произошел в очень странный момент, в тот самый момент, когда Конгресс вот-вот должен был проголосовать за бюджет 2 триллиона. В котором, как ни странно, не было денег для Украины, но были тонны денег для Израиля и ЛГБТ-сообщества. Так что все это происходит в очень интересный момент. После, конечно же, теракта в Москве, в результате которого погибли 137 человек, в том числе четверо детей. Россия нанесла серию крупных ударов по зданиям в центре Киева, поразив здание Украинской службы безопасности. Это было подтверждено украинской стороной. Россия также нанесла удар по энергетической инфраструктуре. И по сообщениям, этим утром Польша активировала свои военно-воздушные силы из-за беспокойства по поводу того, что Западная Украина подвергается массированным бомбардировкам. Так вступаем ли мы в новую фазу? И сняты ли перчатки с президента Путина? Конечно же, было много критики в адрес Путина за то, что, возможно, с его стороны все шло слишком медленно. Полковник Дуглас Макгрегор, бывший советник Пентагона Дональда Трампа. И в такие моменты, как этот, я бы не стал обращаться ни к кому другому, чтобы разобраться в этом безумии, кроме полковника Макгрегора. Чей обширный боевой опыт и опыт работы в Пентагоне могли бы многое рассказать нам. Полковник, как всегда, рад тебя видеть. Конечно, рад тебя видеть, Морис. Так что давай поговорим о том, какова была твоя первоначальная реакция на это. Кажется, что Запад быстро ухватился за идею о том, что это был ИГИЛ, и даже другие газеты из Австралии говорили, не верьте ничему, что говорит Путин. Ясно, что именно Путин организовал это нападение, точно так же, как он взорвал свой собственный газопровод «Северный поток». Точно так же, как и в случае с любой другой атакой, происходящей в Москве, он сбрасывает беспилотники на свой собственный жилой дом. Так что это был Путин. Что ты думаешь о первоначальном отклике на это, а теперь и о реакции Путина сразу после этого? Что же, понимание западного комментария и реакции, а также самого события требует, чтобы вы поняли два ключевых момента прямо сейчас, которые большинство людей на Западе не понимают. Первый заключается в том, что Зеленский — это эквивалент смертельно раненого животного, который умирает. И в результате оно нанесет удар всем, что у него есть, до самого горького конца на данном этапе. Так что думайте о режиме Зеленского как о умирающем существе. У него нет реальных возможностей на Земле. И поэтому он обращается к другим формам действий, таким как этот теракт или использование большего количества беспилотников против российских целей в самой России. Так что это первая вещь. Вторая вещь заключается в том, что НАТО находится в полном беспорядке. За кулисами люди впадают в панику. Они знают, что война проиграна. Это было ясно уже давно. Ты помнишь, когда мы говорили в прошлом году о саммите НАТО в Литве, в Вильнюсе, и никто не хотел говорить с Зеленским? Зеленскому, по сути, дали отворот-поворот, потому что они рассматривали его как человека, который солгал им о своей способности быть успешным и победить русских. И по правде говоря, они все лгали себе с первого дня. Я думаю, что лучший способ взглянуть на это — это то, что мы обещали горы и получили холмик. Так что само НАТО находится в беспорядке. Все, что тебе нужно сделать, — это взглянуть на этого человека, Макрона. Представь, что Вашингтон — это лидер НАТО, а Макрон выходит на сцену и говорит всем, что Франция будет эффективно сражаться с русскими в Украине, что, конечно же, абсурдно. Он пытается это сделать, но вряд ли это далеко зайдет. А потом он отказался от этих первоначальных заявлений, сказав, ну что же, они будут выполнять небоевые задачи. Так что само НАТО находится в беспорядке. Немцы дезавуировали его и сказали, нет, забудь об этом. Мы ни при каких обстоятельствах не будем участвовать на земле в Украине. И, конечно же, наши новые члены, финны и шведы, изо всех сил стараются отправить тысячи солдат воевать в Россию, не так ли? Ответ — нет, никто этого не делает. Макрон совершенно одинок, а наши силы сидят в Польше и Румынии, делая то, что они делают, в то время как там возводятся дорогостоящие базы для удобства США. Это катастрофа, катастрофа для НАТО. Так что поймите все, что происходит прямо сейчас, на фоне этих двух фактов. Зеленский обречен. Его режим умирает. НАТО находится в беспорядке, не имеет руководства и боится признать очевидное, что все знают в частном порядке, что война полностью проиграна. Так что эти две вещи должны быть поняты. Теперь давайте посмотрим на событие, которое произошло само по себе в России. Ни с того ни с сего у нас есть люди, которые якобы являются мусульманами из Центральной Азии, тюркоязычными мусульманами. Мы знаем, что один из них был таджиком. Может быть, все они таджики. Мы знаем, что украинцы завербовали многих из этих людей для участия в боевых действиях в составе украинской армии. У нас есть доказательства того, что некоторые из этих людей служили в украинской армии. Ни с того ни с сего эти люди попадают в Россию. Они идут к тайнику с оружием, который где-то для них подготовлен. У них, очевидно, была какая-то подготовка. Они появляются и убивают людей в Москве, а затем чудесным образом пытаются отступить по тому же самому маршруту, по которому они попали туда из Украины. Что мы видим? Мы видим откровенный дилетантизм. Эти люди не являются профессионалами. Это бандиты, которым предложили много денег за то, чтобы они пошли и сделали это. Но последнее, что ты сделаешь, если ты профессионал, это пойдешь тем же путем, что и при выполнении задания. Теперь мужчина, который был взят в плен, привлек к себе наибольшее внимание. Это, конечно же, джентльмен, который потерял свое ухо на данный момент. Подразделение спецназа, которое захватило его и его друзей, работает на генерала Кадырова. Другими словами, они желают этому человеку смерти. Теперь все это работает на пользу Путину самым драматичным образом. Русский народ взбешен. Они злы. Они хотят крови. Эмоции в России наколены до предела. И есть люди в Думе, которые говорят Путину публично и в частном порядке, что тебе нужно раздавить Украину. Тебе нужно покончить с этим раз и навсегда. И если кто-то встанет у тебя на пути с Запада к черту его, мы просто тоже туда войдем. Путин, он очень вдумчивый. Он не собирается торопиться с этим делом. Но ясно, что как только земля в Украине подсохнет, а это произойдет к концу апреля, самое позднее, в начале мая, я думаю, вы увидите крупные передвижения войск. И продвижение на юг, чтобы взять Одессу, и, возможно, продвижение на север. Чтобы завершить завоевание Харькова и, возможно, дойти прямо до реки в непосредственной близости от Киева. Я не удивлюсь, потому что сейчас оказывается давление, чтобы покончить с этим делом. Мы ничего не предложили. Мы отказываемся вести переговоры. Мы относимся к русским так, как будто они несут ответственность за эту катастрофу, хотя на самом деле мы сами навлекли это на себя. Ты же знаешь, что это ад, созданный нами самими. Никто не хочет брать на себя ответственность за это. Я рад, что люди на холме теперь ставят под сомнение мудрость отправки туда еще больших денег. Потому что мы даже не имеем ни малейшего представления о том, сколько миллиардов долларов просто было украдено и оказалось на банковских счетах. Помните, Украина продолжает погрязать в самой ужасной коррупции. По сравнению с ней Мексика выглядит развитой экономикой. Вот насколько все плохо. Так что эта штука близится к своему концу, к своему финальному моменту. Мы не собираемся развязывать войну в Украине из-за этого. Этого просто не произойдет. Но мы продолжим говорить. Средства массовой информации будут продолжать лгать, за исключением таких людей, как вы, Такер, и еще несколько человек, и говорить, что Украина побеждает. А у русских заканчиваются силы. Все это ерунда. Одна действительно важная деталь в этом, это то, что вы написали в Твиттере после того, как это произошло. Вы сказали, что, знаете ли, нет никаких сомнений в том, что МИ-6 и ЦРУ были вовлечены в это. Конгресс отказывается выделять деньги на помощь Украине. Лэмунд публикует статью, в которой говорится, что Украина потрясена тем, что мы не даем им 60 миллиардов долларов. ЦРУ и МИ-6 активно вовлечены в этот террористический заговор внутри Москвы. Как вы думаете, какова цель разведывательного сообщества в Вашингтоне? Что же ЦРУ уже давно является организацией-изгоем? Некоторые люди говорят, что оно вышло из-под контроля в 60-е годы. Я не могу точно определить это, но это явно отдельный мир. Они будут продолжать пытаться создавать планы, которые позволят им нанести точечный удар по русским, как только представится такая возможность. МИ-6 глубоко укоренилась в Украине. Я думаю, что этим людям была дана некоторая подготовка ими на местах, прежде чем они отправились туда. Хотя я очень серьезно сомневаюсь, что они ожидали, что произойдет гораздо больше, чем произошло. В конце концов, эти институты будут продолжать работать, вредить России, нападать на Россию, подрывать Россию любым возможным способом, до тех пор, пока кто-то в Вашингтоне не скажет «стоп». До сих пор мы не видели никаких доказательств этого. Мы не видели никаких свидетельств какого-либо лидерства. Нам просто приходится выслушивать шквал замечаний. О, мы ненавидим Россию. Россия — это зло. Россия — это плохо. Они не могут победить, но победят. Все это ерунда. Здесь нет никакого лидерства. Никто не командует, чтобы ответить на ваш вопрос. Это наша большая проблема на Западе прямо сейчас. Здесь нет никакой стратегии. Здесь нет никакого плана, ничего. Все это бессвязно, фрагментарно и неэффективно. Президент Путин прилетел на место теракта в Нью-Йорке и написал на стене, возложил цветы после терактов 11 сентября и выразил соболезнования в связи с тем, что произошло. Я имею в виду, слышали ли вы что-нибудь с вашей стороны о том, что администрация Байдена обратилась к вам? О, нет, совсем нет. Откровенно говоря, этот режим, в котором мы живем с администрацией Байдена, настолько идеологизирован, что все, что наносит ущерб России, с их точки зрения, морально оправдано. Помните, что это глобалисты. Глобализм — это странное слово, но на самом деле оно означает следующее. Либо вы согласны с нашей повесткой дня, совсем, начиная с ЛГБТ, разрушение семьи, ликвидации религии, введение атеизма и так далее и тому подобное. Либо вы враг. А хорошие парни — это люди, которые живут внутри того, что мы называем либеральным международным порядком, который является полностью демократическим, который уважает права человека, но запирает людей на годы без какого-либо судебного разбирательства. Очевидно, мы стали свидетелями нескольких крупных атак за последние 24 часа в Западной Украине, в частности, в Киеве, а также на энергетическую инфраструктуру. Вы не можете продвигаться по земле очень далеко и очень быстро прямо сейчас. Земля сейчас грязная и не поддерживает передвижение значительных сил по земле. Сейчас вы можете отправить несколько человек вперед пешком, но это медленная и неблагодарная работа, как выяснили украинцы. Так что вам нужно подготовиться. Я думаю, мы увидим больше атак на инфраструктуру противовоздушной обороны, даже несмотря на то, что большая часть ее уничтожена на данный момент. Противовоздушная оборона и противоракетная оборона по-прежнему остаются большой проблемой. Русские хотят ее уничтожить. Как только они будут уверены, что уничтожили эти вещи и земля твердая, они двинутся. И я думаю, что до конца лета Одесса тоже будет в их руках. Ключевая вещь, которую нам нужно понять здесь, это то, что если по какой-то глупой причине кто-то вмешается в Западную Украину, реакция русских будет уничтожающей. Они не пожалеют никаких средств, чтобы разобраться с этими людьми. Другое дело, что если мы будем вовлечены, если мы будем думать, что собираемся поддерживать кого-то только с помощью авиации. Русские объявят нас воющей стороной вместе со всеми остальными в Европе. Эти люди в ярости. С них хватит. Они разгневаны. Путин рациональный игрок. Вот чего люди не понимают. Этот человек действует очень обдуманно. Он сдерживает лошадей. Но в какой-то момент ему придется отпустить поводья. Мы сейчас очень сильно рискуем. Меня уже несколько месяцев беспокоит то, что у Соединенных Штатов в Украине есть силы специального назначения. У французов есть, у британцев есть. Мы, конечно же, слышали от русских, что если американцы введут войска в Украину, это будет уже слишком, не так ли? Это, как вы говорите, будет расценено как армия воюющей стороны, и они больше не будут сдерживаться. В чем же заключается этот парадокс? Можешь ли ты мне это объяснить? Конечно. Но у вас есть легкие силы, которые предназначены для консультирования, обучения, а затем эксплуатации сложного оборудования. Другими словами, у вас есть люди, сидящие за компьютерными терминалами, связывающие наши спутниковые массивы с украинским разведывательным аппаратом. Чего у нас на земле нет, и что абсолютно неприемлемо для русских, так это присутствие боевых формирований, крупных подразделений, которые французы могут перебросить в такую страну, как Румыния. Если они пересекут границу Украины, это будет расценено как попытка захватить территорию. Удержать территорию и, следовательно, бросить вызов доминированию России на ее заднем дворе. Это приведет к войне. Сейчас они убили большое количество персонала НАТО, в том числе и нашего. Мы этого не признаем. Мы держим это в секрете, но они убили большое количество из нас. В какой-то момент я уверен, что правда выйдет наружу. Как семьям удается сохранить это в тайне? И мы ничего не слышим об этом в американских СМИ? Ну я не знаю, как это делают американцы, но я знаю, как это делают другие. И они платят солидную сумму денег людям, понесшим потери, и говорят им, ни при каких обстоятельствах вы не должны предавать это огласке. И уж точно не до тех пор, пока мы там задействованы. Продолжение следует...